Что-то у нас со светом. Второй день. То включат, то выключат, то включат, то выключат. А выключат так на полдня или на полночи. Хотела машинку поставить, постирать. Ой, так и не постирала. У нас за два дня холода и непрорывных дождей. Налетела фитофтора. Вот такие листья коричневые. Вернее, с серыми пятнами. И на этой стороне выкинула несколько помидоров уже фитофторных. Но я вчера взяла крупные, оборвала. Вот они на этой стороне. Это я листья еще удаляла. Но не все тут на каждом кусту как же. Два ведра вчера собрала. томатову покрупней. И одно ведро помыла горячей водой. Налила градусов 70. Но она, правда, сразу остыла немножко. Подержала, пока она сделается уже охладиться. Вытащила помидоры. Протерла их и на подоконник. А второе ведро не стало. Смотрю. Эксперимент. Проверим. Все говорят. Горячая вода помогает. И показываю. Сейчас я грушу. Мы уже ее частично, половину, можно сказать, собрали. Синички мелкие налетают. Клюют. Груши. Что-то отвалилось. Желтеют уже, падают. И вот они эти груши клюют. И они потом падают. А почему они их клюют? Воды достаточно. Я-то думала, осы. Прямо дыряют их только так. Мужу говорю, давай верхние им оставим. Вон там грушка заклюванная. Верхние, говорю, им оставим, а тут немножко еще снимем. Хотели. Но сегодня не получилось из-за того, что решили убрать кур. Вроде погода сегодня, а завтра дождь. И чубай спрятался в тенечек. И мы решили убрать трех старых кур и белого петуха. А оставили себе петуха красного. И завтра хотим шесть курей, которым пятый месяц, подпустить вот к этим. А этим два месяца. И посмотрим, что будут делать. Именно курочек. Вот остался у нас красный петя. Красно-коричневый. И из старых осталась только вот эта курочка. А остальные все-все-все молодки. И вот к ним пока мы не будем, вон, тех подпускать. А попробуем подпустим к молодым. А потом, если они привыкнут, тогда всех вместе уже будем приучать. Хотя этих мы хотели всех на забой. Тут у нас два петуха. Палец вон сломанный у петуха. Но их все равно забивать, этих петухов. А вот эти курочки, им пятый месяц, а может уже и пять. Они скоро занесутся. И они нам тоже на убой. Но я бы хотела их, конечно, подсоединить к курам. Потому что, может, таких придется оставить. А может и нет. Не знаю. Это мои хорошие. Шесть курочек здесь у нас. И два петьки. В принципе, нам сколько есть сейчас кур, нам-то и хватит. Но они еще не все молодки несутся. Они такие крупные. О, какая молодочка черная. Рябушка. А вот старая курочка мелкая. Это вот у нас деревенская курочка мелкая. А эти мясо яичные все. И петушок тоже. Петушок у меня вывелся, когда вывелись цыплятки. Он был крупный, медлительный, больше сидел и ушастый. Я его прозвала совенок. И думала, что он такой все больше сидит. Все больше сидит. Думала, больной. И вот он из такого совенка вырос. Такого петушка. Ну вот решили мы его оставить. Но он еще не кукарекает, хоть он огромный. Но не кукарекает еще. Может быть, потому что белый петух его пугал. Все молодочки. Ребешочки все крупные. Сегодня им огрызки дала. Яблочные. Но не очень-то они их едят. Цыпочки. Завтра мы к вам подселим шесть курочек. Что будет, посмотрим. Но надо их на ночевку, наверное, отсюда забирать. Они не смогут, наверное, ночевать сеть. Посмотрим, будут бить их или не будут, те шесть курочек. Вообще-то, когда пересаживаешь в незнакомое помещение, они не должны этих обижать. Но завтра посмотрим. А здесь у нас больше петухов получилось. Ну, вот про хохлатых не знаем. Кто хохлатые? Петухи или куры? Не знаем, кто это. Ну, ты кто? Петух или курица? Чук большой. Вот эти петухи. Здесь, похоже, вот я только две курицы вижу. А, вон еще третья. Муж говорит, четыре тут курицы. Остальные петухи. Но этих мы, если курочки, какие будут, мы их оставим. Потому что это из купленного яйца. Крошь-то надо нам менять. Петухов мы не будем оставлять, а курочек оставим. Вот и мои хорошие. Вот и мои. Чубатые их муж зовет. Чубатые, красавицы. Ой, я не могу на них. Какие же они интересные. Цыпеньки. Есть тут тоже с опушеными лапками, но не настолько, чтобы прямо лохматые-лохматые штаны были. Вот это вот самые лохматые лапочки. А в остальных понемножку. То и понемножку. Типа-типа-типа-типа-типа. И вот один вывод. Такая маленькая, такой маленький петух и большой петух. Один вывод. А какие разные. В контейнер уже поставили какой-то контейнер. Навешали антенн всяких. Здесь я топинамбур. Вчера откромсала бошки топинамбуру. Полезла ежевику искать и не могла найти, пока топинамбур не срезала. Тут его никак не выведешь. Он все равно сходит и всходит. С другой стороны немножко и подкапываю для себя. Пусть будет. Подперла цветочек. Вон, одни палки торчат у топинамбура. А он все равно вырастет. Каждый день хожу и щупаю сливы. Да, уже сегодня мягкие. Вот она у меня и осталась в руках. Сегодня сливы. Мягкие очень. Сейчас, наверное, я которые мягкие сниму. А остальные надо мужу горячиться. Климатис продолжает свистеть. Внизу цветет, потому что вверх зацепился за провод. Муж отцепил. И он раз, и упал чуть не до земли. Ну, цветет хорошо.